Хорошо, родные, но эта тема очень важная. Эту тему мы уже ведем, в принципе, третью неделю. И сегодня она даже подходит к нашему воскресенью, потому что сегодня мы празднуем воскресенье, ну, можно сказать, рождение церкви. Дух Святой сошел в эту церковь, или вообще в церковь сошел Дух Святой, на землю. И с этим временем началась новая эпоха, новое время, время, церкви Иисуса Христа на этой земле. И вы знаете, что деяние апостолов в книге Библии, оно не закрыто, она не законченная книга. А это говорит о том, что мы сегодня живем в деянии апостолов. И даже может, если мы этого не замечаем и думаем, что, ну, мы, кто здесь такие особенные, это были времена тогда, то я хочу сегодня сказать, нет, ты сегодня часть деяния. И поэтому, родные, сегодня мы возьмем и продолжим эту тему, и я назвал эту тему на сегодняшний день, «Когда проснутся Боги». Мы уже делали три разных тема, да, мы говорили, первая тема – это мы должны узнать или познать Бога. Да, и там была как бы подзаголовок, что Бог в нас нуждается, или Бог зависим от нас. Следующая тема, которая была в прошлый раз, да, что мы должны познать себя. И подзаголовок был у нас, да, когда Бог встречает другого Бога. И теперь на сегодня у нас новая тема, да, это «Когда проснутся Боги». Или можно сказать по-другому, мы должны понимать молитву Нового Завета. Итак, это очень важная для нас тема сегодня, да, молитва Нового Завета, или «Когда проснутся Боги». И если мы поймем, что мы держим в руках, то это будет мощно. И поэтому для нас это будет сегодня важный отрывок опять. И сперва я просто рассмотрю момент Старого Завета, как мы вообще не должны молиться. Да, мы видим, что Старый Завет и Новый Завет, они сильно отличаются друг от друга. Но в учении церкви мы как бы привыкли все смешивать в одно. Но это неправильно, это в корне неправильно. И поэтому мы сегодня рассмотрим, как было вообще рассматривалось молитва Старого Завета. И посмотрим, какая должна быть, или кто сейчас занимает вообще именно это положение этой молитвы. Хорошо, родные. Вы знаете, что Старая Заветная молитва, она в принципе занимает роль первосвященника. И поэтому мы должны заметить, что в Новом Завете есть другой первосвященник. И мы должны заметить, что в Новом Завете есть другой первосвященник. Имя его является Иисус Христос. И если мы занимаем сегодня молитву первосвященника, то мы в принципе говорим Богу, что то, что сделал Иисус Христос, недостаточно. И если мы сегодня сегодня берем place, то мы скажем, что это, что Иисус Христос сделал, недостаточно. И поэтому для нас важно понять, что вообще сделал Иисус, и как мы должны молиться. И поэтому важно, чтобы понять, что Иисус Христос сделал, и как мы должны молиться. Есть такие молитвы, что если например кто-то приходит, я даже сам так молюсь, да? Мы просто сегодня разбираемся в некоторых вещах. Да, кто-то приходит, у него какая-нибудь проблема. И как мы молимся? Бог, помоги этому человеку. Разреши его проблемы. Помоги ему выбраться из этих проблем. Вы знаете, что в принципе здесь может ничего злого нет, да? Но если мы научим себя правильно вести, понимать, то мы изменим в своей жизни эту молитву. Но это не потому, что мы неправильно молимся, не потому что что-то, сейчас новое учение какое-то мы приносим. Это потому что Библия нам показывает, что в принципе эта молитва неэффективная. Итак, если я просто молюсь за кого-то и говорю, Бог, помоги ему, то я в принципе занимаю здесь роль Иисуса Христа. А Иисус Христос говорит, я пришел на эту землю, чтобы решить все проблемы. Понимаете, если теперь Иисус говорит, я решил проблемы Вальтера, и теперь Лиана говорит, Бог, реши проблемы Вальтера. То что Лиана в этот момент делает? Она говорит, Иисус не докончил. И поэтому Бог, пожалуйста, доделай до конца. И я сейчас это покажу вам просто по Библии. Это будет просто выход для нас, которым мы должны научиться в нашей жизни. Давайте мы посмотрим просто сперва в Бытие, 18 глава. Ласште uns einfach в 1. Мозе, капитал 18, schauen. 22 по 33, но я буду читать отрывочно. Стих 22 и 23. Мужи повернулись и пошли к Содому, но Господь остался стоять перед Авраамом. Авраам приблился к нему и сказал, неужели ты уничтожишь праведного вместе с грешными? Вы знаете, здесь история говорится о том, что Бог приходит к Аврааму, и говорит, что я решил погубить Содом и Гоморру. И теilt им свои плены, и говорит, что я решил погубить Содом и Гоморру. Но как бы как с Авраамом, своим другом, он еще решает об этом поговорить. Но потому что Абраам, как его Freund, он решил, с ним еще разговаривать. Интересно то, что здесь Авраам начинает заступаться за Содом и Гоморру. И мы просто рассмотрим вот эти вещи. 26 стих. Господь сказал, если я найду в Содоме 50 праведников, то посажу ради них все это место. И он ответил, если я в Содоме 50 праведников, буду я, чтобы их верить, всю страну верить. Замечайте, что Авраам здесь занимает роль первосвященника, роль хадатая. Он заступается за этих людей и говорит, Бог, ты не можешь этого делать, помилуй их. И Бог говорит, хорошо, я согласен. И Бог говорит, я сделаю, что если я найду 50 человек достойных, милостей, я помилую эти города. И вы знаете, Авраам здесь делает свою работу очень, очень хорошо. Он коренной еврей, он может торговаться. И вы замечаете, он настолько торговывает Бога, что если мы читаем 32-33 стих, тогда Авраам сказал, да не разгневается владыка, но позволить мне сказать еще лишь один раз, что если найдется там лишь 10, он ответил, Бог в этот момент, ради 10, я не уничтожу его. Когда Господь закончил, говорит Авраам, он ушел, а Авраам вернулся домой. Вы понимаете, родные, насколько Авраам здесь натягивает эту палку? Вы понимаете, как быстро Авраам ленкает? Да, он просто смотрит, ну сколько же я еще выдавлю у Бога милости? Он смотрит, и сколько же я еще выдавлю у Бога милости? И с 50 он по правде уговаривает Бога, ну даже 10, если найдем, то я их буду сохраню при жизни. Родные, очень часто именно эта молитва, это действие Авраама, мы принимаем как учение нового завета. И, любим, sehr oft sehen wir hier dieses Handeln von Авраам als eine Lehre für das Neue Testament. Это для нас как пример, как мы должны разговаривать с Богом. Es ist für uns wie ein Beispiel, wie wir mit Gott reden sollen. По крайней мере, это так много христиан учат. Und, übrigens, lernen so auch sehr viele Christen. Но я сегодня хочу показать, что это учение в принципе не является учением нового завета. Aber ich möchte heute aufzeigen, dass diese Lehre eigentlich nicht die Lehre des Neuen Testamentes ist. Перед тем, как мы пойдем дальше, я просто еще одно отрывок покажу вам, который учится именно точно так же или понимается так же. Und bevor wir weitergehen, möchte ich noch eine Stelle zeigen, wo es genauso gelehrt wird. Это будет из Исхода, 32 глава, 11 по 14 стих. Es wird aus 2. Mose, Kapitel 32, sein Versen 11 bis 14. Но Моисей принялся умолять Господа своего Бога. Господи сказал он, зачем тебе гневаться на свой народ, который ты вывел из Египта великой силой и могучей рукой? Зачем египтянам давать повод говорить, он вывел их со злым умыслом, чтобы упить в горах и стереть с лица земли? Оставь свой пылающий гнев, смягчись, не наводи на свой народ беду. Вспомни твоих слуг Авраама, Исаака и Якова, которым ты крялся собой. Я дам вам столько потомков, сколько на небе звезд. Весь этот край, который я обещал отдать им, будет достоянием ваших потомков навеки. Господь смягчился и не навел на свой народ беду, которой грозил. Но Мose плетит Herrn seinen Gott москва. Субтитры делал DimaTorzok Родные, очень интересный отрывок тоже, да? Здесь Моисей вступается за народ и говорит, Господь, так не должно быть, это ненормально. И Моисей уговаривает Бога пощадить его народ. И опять-таки мы это очень часто принимаем в пример и показываем людям на Старом Завете, как мы должны вступаться за кого-то. Я помню сам в своей жизни многие моменты, когда я за кого-то молился, говорил, Бог, ты что, не совсем так сильно любишь, как я, я люблю даже их больше, чем ты, как бы как у Карени, да? Бог проявит твою милость. Появляется такое чувство, вроде бы, что я, как человек, люблю кого-то больше. И как бы укоряю в этом Бога и говорю, ты не так сильно любишь. И поэтому это молитва Старого Завета. И именно поэтому это молитва Старого Завета. Почему в Старом Завете эта молитва была полностью уместна? И Бог искал себе людей, которые, в принципе, занимали эту роль первосвященника. И Бог просто уговаривали его на милость. Потому что он Бог правосудия. И по своему правосудию он должен осудить. И по своему правосудию он должен осуществить. Но в этот момент просто он искал человека, который уговаривал его на милость. Почему? Это просто важный момент. Почему? Это очень важный момент. Он тем самым именно показывал самому дьяволу. что он делает милость не по своему правосудию, а по милости, которую вымолили люди. И если он не мог находить людей, которые вступались за кого-то, то ему приходилось осуждать и являть свое правосудие. Хотя он все равно любит всех людей. Но дьявол говорил, они грешат, значит, их надо погубить. И понимаете, Богу приходилось губить. Но мы сегодня живем совсем в иное время. Давайте мы посмотрим на Иисуса Христа, который является для нас ходатайством Нового Завета. И на Иисусе Христе прекратились все молитвы, ходатайства Старого Завета. Евреям, 2 глава, 14 по 17. А так как дети имеют плоти кровь, то и он сам получил физическое тело, чтобы своей смертью лишить силы того, кому принадлежит власть над смертью, то есть дьявола. Вы понимаете, это то, что я сейчас говорил. Аминь. Сатана имеет власть. Он обманывает человека, вводит его грех. И потом говорит Богу, покарай его. Это очень противная игра. И поэтому приходит Иисус Христа, принимает плод человека. Проходит все без греха. И освобождает человека. Аминь. Давайте мы прочитаем дальше, 15 стих. Что Он делает, именно Иисус Христос? И освободить тех, кто всю свою жизнь находились в рабстве у страха перед смертью. Ведь не ангелам Он помогает, а потомкам Авраама. Здесь в кавычках я подписал по вере. Для этого Христу надо было во всем стать таким, как его братья, чтобы быть милосердным и верным в служение Богу первосвященником для умилостивления за грехи народа. Итак, вы замечаете, Иисус Христос занимает роль первосвященника. Но для этого, чтобы Ему занять эту роль, Ему надо оставить небеса, прийти на эту землю, принять плод человека, именно занять позицию Авраама, занять позицию Моисея, и когда Он это делает и проводит это все через Свою кровь, то Он встает официальным первосвященником между Богом и человеком. И перед тем, как я дальше это объясню, Евреям 9 глава, 24 стих. Поэтому Христос вошел не в земное святилище, сделанное человеческими руками и являющимися всего лишь отражением настоящего. Нет, Он вошел в сами небеса, чтобы предстать перед Богом за нас. И так, что делает Иисус Христос, дорогие? Он входит в святое святых. И теперь через Свою жертву, которая вечная жертва, он стоит между Богом и человеком. И вы знаете, что Он делает? Он говорит, помилуй Его. Помоги Ему. Смилуйся за Него. Благослови Его. Это делает Иисус Христос. И Он это делает намного раньше, чем ты или вообще я замечаю любую проблему, какая бы она ни была. И так, если ты приходишь сегодня к Иисусу и говоришь, Бог, помоги, смилуйся. И если ты приходишь сегодня к Иисусу и скажешь, Бог, помоги мне, то Бог говорит, опоздал. И он говорит, Бог, ты уже забыл. Уже есть Иисус Христос, который помолился вовремя. И не только помолился, но Он исполнил за эту жертву. Он уже все сделал для того, не только даже просьбу, а Он все сделал. Я благословение посылаю. Он уже все сделал. Он не только просьбу, но и я все сделаю. Настолько велика милость Бога для каждого из нас, родные. Так великолепно Бога для каждого из нас, родные. Но в чем проблема, что эта милость порой не проходит? Порой именно даже из-за самого меня. Потому что я именно подхожу к Богу. И этими словами я говорю, Бог, помилуй, ты видишь. Я сам говорю, Бог, я не верю, что Иисус Христос все сделал. И поэтому для меня это так важно. Просто открывать для нас эти темы. Мы порой по правде как бы молимся детскими молитвами и не получаем ответа. И потом разочаруемся в Боге и говорим, почему ты не отвечаешь? Почему ты не слышишь? Представьте себе маленького ребенка. стольте euch я как отец уже все знаю, не правда? Я его люблю. Я готов за него свою жизнь положить. Я готов его защитить. Я все приготовил, чтобы этому ребенку было все хорошо. и представьте себе это ребенка, который клянчит, клянчит и клянчит. И столь dir dieses Kind vor, которое бетет и бетет и бетет. И порой это клянчение, оно просто не приходит никакого эффекта. с собой не приносит. Понимаете? Единственное только, что у ребенка вырабатывается проблема, он говорит, мой папа меня не любит. Но если бы этот ребенок и порой когда мы взрослеем, мы потом говорим, спасибо тебе, папа, что тогда или мама, тогда ты все-таки как бы был черст и не сделал так, как хотел я. Да? Потому что если бы ты сделал так, как я, это не было мне во благо. Мы это понимаем, когда мы взрослеем. Представьте себе, если бы мы понимали это, когда мы были бы детьми. Ставьте себе vor, если бы мы это verstehen, когда мы были дети, то мы бы порой намного больше достигали в нашей жизни. Почему? Потому что есть моменты в жизни, когда ты просто думаешь, а вот сделал бы я тогда так, как говорил мне папа или мама. Они это мне говорили из любви, но я был непослушный, и поэтому у меня мои проблемы. И поэтому у меня мои проблемы. Родные, вот так вот именно с Богом и нами. Мы порой просто не понимаем его воли в нашей жизни. Не понимаем его воли в жизни другого человека. И мы начинаем просто клянчать и занимать роль какого-нибудь Ходатая. В церквях есть даже группы Ходатайства. И они просто пробуют разбивать и достучаться до Бога. Они принимают посты. Для того, пока Бог наконец-то не ответит. Вы знаете, я иногда представляю эти группы такую кучу маленьких детей. Да, это как я вырос в большой семье или у меня есть много детей. Да, вот один ребенок не достучался до папы. Приходит другой ребенок. Тот же самый вопрос. Приходит третий ребенок. Четвертый, пятый. И ты начинаешь думать, слушай, так я же уже знаю, о чем вы хотите. Вы все сговорились. И вот так мы, христиане, порой сговариваемся, говорим, Бог, ответь наконец-то. И потом удивляемся, почему нет ответов на молитвы. Потому что мы молимся молитвой старого завета. Родные, мы должны просто сегодня как бы вырасти на один шаг дальше. Мы должны действовать по-другому. Мы должны действовать вовремя. И действовать очень конкретно, очень сильно. Именно этого желаю я, чтобы мы вошли в эту или стали взрослыми людьми. Чтобы в нас проснулся Бог. Именно поэтому я назвал эту тему так, когда проснутся Боги. почему? Потому что в нас живет Иисус Христос. И Он говорит, те чудеса, которые я творю, вы будете делать их и больше этого. Почему? Потому что Иисус стоял перед самой большой битвой. Вся земля принадлежала еще Сатане. Потому что Иисус в этом allergrößем кем встан, где ganze welt gehörte noch тем Teufel. И поэтому Он не мог творить настолько сильное чудес, которые Он желает сегодня творить через нас в жизни. Ему осталось только говорить, вы будете творить то, что я уже могу. И будете творить еще больше, потому что я это буду делать через вас. И поэтому в нас должен проснуться Иисус Христос. Именно этот ходатай, который стоит перед Богом и уже решил все проблемы. Вы понимаете, Он решил проблемы. Он их не решает. Он их решил в кайме, когда просто зародыш был этой проблемы. Но когда эта проблема нарастает, Иисус хочет посылать тебя и меня. Не для того, чтобы мы начинали клянчить перед Богом, как маленькие дети, но чтобы мы были теми, которые решают проблемы. И поэтому давайте мы посмотрим, например, молитв, какие молитвы вел Иисус Христос. Как молился Иисус? Три места, которые я просто сперва сейчас прочитаю коротко, и потом пойдем дальше. Да, я их просто один за другим прочитаю. Марка 1 глава 35 стих. На следующее утро, когда было еще темно, Иисус вышел из дома, пошел в безлюдное место и там молился. Марка 6, 46. Простившись с народом, Иисус поднялся на гору помолиться. Марка 6, 46. Данах ging я на берег, чтобы молиться лукав 6, 12, 13. Примерно в те же дни Иисус взошел на гору помолиться и провел всю ночь в молитве Богу. Когда наступил день, он позвал своих учеников и выбрал из них 12, которых и назвал апостолами. Лукас 6, 12-13. Родные, как молился Иисус? Вы замечаете Иисуса, где он прилюдно показывал, учил, молился, что люди все смотрят на Него? Единственная молитва, где Иисус, вы замечаете вопрос, ученики, когда наблюдали, он ушел молиться, да? И у них когда-то загорелось это желание, они говорят, Иисус, учитель, научи нас молиться, что такое? Иисус, они молились и они всегда так, что ученики не видели, как он молится. И поэтому он показывает им молитву ученщиков, говорит, сейчас молитесь вот так. И это до сих пор осталось у нас у нас как молитва религии. Я не говорю, что это молитва неправильная, что мы не должны молиться, что мы не должны молиться, нет, но это единственная молитва, которую Иисус вообще показал ученикам. нет, это единственное молитва, что Иисус вообще показывает и говорит, он ушел молиться. А больше мы ничего не можем сказать. Вы понимаете? И поэтому для меня просто стало очень интересно, да, вообще, что он молился, как он молился. И я представляю, что эта молитва у него выглядела намного по-другому, как у нас. Это был просто разговор с Богом, как с великим другом. это был разговор с кем-то, которому он доверял, у кого-то он брал всю энергию в своей жизни. Это, может, были благодарности, которые он ему рассказывал, что он его благословил в дне, сделал его успешным в дне. Но мы не видим записи молитв Иисуса Христа. Это для нас очень важный урок. Понимаете, родные, что мы, в принципе, должны вести нашу жизнь в молитве или в интимном отношении с Богом, именно так, как мы самое больше любим вести отношения с нашими родными. мы не говорим с твоим мужем, твоей женой, каких-то там повышенных тонах, красивыми словами. когда это мы делаем, вот я влюбился, вот я начинаю там стихотворение, я сочиню, да? я сочиню, песенку сочиню, потом может это я раз в год повторяю на свадьбу, а потом может есть люди такие, как я, которые забывают свадьбу. Но это так, у мужиков частенько случается, к сожалению. Понимаете, родные, но что нам важно? Нам важно отношения. Если я два дня не имею времени просто спокойно поговорить с моей женой, то я начинаю по ней скучать, почему? Потому что мне не хватает диалога с любимым человеком, рассказать ей что-то, услышать от нее что-то, и вот это то, что желает Бог в твоей жизни. Это молитва. Вы знаете, я когда езжу на работу, то я люблю в машине молиться. И в принципе я не люблю, чтобы в машине со мной кто-то ездил. Потому что ездить в машине это для меня время с Богом. А когда кто-то садится посторонний я просто понимаю, что я теперь не имею время с Богом, то я не имею время с Богом. Конечно, важно иметь время с людьми. Не без этого. Но вы понимаете, в этом кроется вся молитва. А мы, христиане, чаще всего путаем эти места. и мы, христиане, мы перемешиваем или помешиваем эти места так oft. Время интимной молитвы у нас в принципе нет. Мы заняты. Утром говорю, Бог, я что-то устал, поздно спать лег. Среди дня я говорю, Бог, извини, мне надо так много сделать. А вечером я говорю, Бог, извини, я устал. это не у всех и не всегда, родные. Пусть ты будешь другим и хорошим человеком, но я порой говорю, из своей жизни. Понимаете, родные? А теперь посмотрите, а потом вдруг мы в церковь пришли, и там у нас какая-то проблема, за кого-то надо помолиться, и вот мы начинаем, Бог, во имя Иисуса Христа, реши эту проблему, помоги этому человеку, вступись там, разрушь там. А Иисус Христос говорит, а я уже сделал. Слушай, а что ты здесь занимаешь мою роль первосвященника? Ты что, не веришь, что я уже за все заплатил, я все решил? У нас эти молитвы, родные, или мы неправильно понимаем Бога, поэтому мы говорим эти темы, не верим. Или если мы понимаем Бога, то мы не доверяем Ему. Если мы начнем Бога понимать и Ему доверять, то эта молитва в нашей жизни обязательно изменится. и теперь я вам хочу показать, как выглядит настоящая молитва Иисуса Христа, когда перед Ним встают проблемы. Итак, как молился Иисус Христос, когда были в его жизни проблемы, или перед Ним в его жизни проблем не было, но он встречал людей с проблемами. И это написал под заголовок «Мы должны использовать власть, которая принадлежит нам». Итак, как действовал Иисус? Я покажу нам три примера. Есть намного больше примеров, где мы можем посмотреть, как действовал Иисус. Но я взял именно с Иоанна, потому что Иоанн пишет там очень интересно, всегда после этих великих чудес Иисуса Христа, он там делает такие заметки, говорит, ученики поверили, люди поверили. Мы видим, что конкретные вещи, которые делали Иисус Христос, вызывали или рождали веру в людях. Итак, родные, Иоанна, вторая глава, 7 стих по 11 выборочно, Я прочитаю, я прочитаю, 7-8 стих, 1-8, Иисус сказал слугам, наполните сосуды водой, те наполнили их водой доверха, а теперь, зачерпните, сказал он, и отнесите распорядители пира, они так и сделали. Иисус говорит у меня просто нарисовалась картина, даже такая очень нехристианская картина, потому что в многих церквях вино полностью запрещено, но для меня просто появилась такая картина, я просто представил себе людей просто свадьбу, и я нахожусь на этой свадьбе, и вот я смотрю вдруг Паник, и люди говорят друг другу на ухо, там вина не хватает, и они флюстят на ухо, ой, да reicht этот вин не появляются сплетники, и и начинают говорить, сэкономили или денег нету, и потом подходит ко мне один, который знает, что я христианин, потом подходит ко мне один, и он говорит, что я христианин, и он говорит, а ты можешь помолиться? И он говорит, ты так часто говоришь, о вере, наполните бутылки, бутылки, там больше не надо, и потом, что бы я делал дальше, родные, Иисус, именем Твоим, преврати воду в вино, в вино, и потом посмотрел бы, и сказал бы, Иисус, преврати наконец-то воду в вино, и посмотрел бы, и сказал бы, ребята, есть кола, с вином не получается, наверное, не для христиан, вы понимаете нашу проблему, у Иисуса этого не было, у него не было осечки, он говорит, заполните водой, он никому ничем не обращался, он знал, что за ним стоит Бог, часы молитвы на горе, у него уже прошли до этого, а здесь был час действовать, а не час молиться, понимаете, и поэтому Иисус говорит, наполните, а теперь отнесите тому, кто будет раздавать, или проверит качество, у него не было никакой молитвы, у него были действия веры, он знал, что за ним стоит Бог, и будет точно делать то, что он сейчас делает, и вы знаете, я просто задался вопросом, почему я начал бы там что-то молиться, что-то делать, что-то делать, именно потому, что я не до конца верю в Бога, но Библия призывает именно нас так действовать, но в 11 стих здесь записано очень классно, что Ян здесь пишет, он говорит, так Иисус положил начало знамением в Кане Галилейской, и явил свою славу, и его ученики уверовали в него, именно здесь заметка, ученики ему поверили, родные, это так важно нам понимать, кому сегодня люди верят, нам или Богу, мы порой играем в какой-то цирк, играем в какую-нибудь церковь, мы собираем каких-то людей, мы что-то кому-то доказать, мы versuchen irgendjemandem etwas чтобы вы прославляли меня, я хочу, чтобы те люди, которые приходят в контакт с вами, видели мою силу, чтобы они начинали верить в меня, какие люди будут верить в Бога, если им показывают бессильного Бога, если я начинаю что-то молиться, и оно не происходит, это мы просто играем в лотто по-русски говоря, получилось, не получилось, повезло, не повезло, у Иисуса не было такого раны, у него было конкретное отношение с Богом, у него были конкретные действия Духа Святого, Иоанна 4-я глава 49-й по 53-й стих, Johannes 4-я 49-й 53-й но, придворный лишь ответил, Господи, пойдем, пока сын мой еще не умер, Иисус ответил, иди, твой сын будет жить, человек поверил Слово Иисуса и пошел. Erstmal Vers 49-й 50-й Ли Ли вам идем . Дальше с Иисус . Я в читаю вот эти места. Мы ика нами не первый раз. И вы это уже читали. Но intermedi мы о том, что мы читаем. вы понимаете какая великая сила здесь скрывается они подходят к Иисусу и просто для меня такой вопрос я говорю Иисус почему у тебя так а у меня не так я просто начинаю мечтать как я хотел бы Иисус если ко мне подходит кто-то с проблемой просто говорит иди будет так это зависит от моего отношения с Богом Иисус если я буду в нем полностью уверен то я просто скажу иди будет здоров и вы представляете что будет здесь на земле если вдруг столько людей начнут именно действовать так если мы будем не просто христианами но в нас проснется Бог если о нас будут говорить это не христиане а это Боги мы такое вдруг не любим слушать а вы знаете родные именно евреи не любили слушать когда Иисус говорил что я сын Бога а он говорил я сын Бога и это именно вот это меняло все положение и вы понимаете родные когда Павел и Сила приходят в город и начинают творить чудеса то на следующий день приходят вдруг перед ним и приносят им жертву почему потому что говорят это Боги и вы представляете прекрасное слава Богу Павел говорит не мы Боги а тот который действует через нас и так это честь если нас называют Богами потому что в этот момент тогда есть у нас возможность показать на настоящего Бога это не говорит о том что мы начинаем выбражать как Боги но это дает возможность перевести стрелку на Бога и последний момент я просто хочу показать нам как действовал Иисус Христос он не молился когда были проблемы он действовал а мы делаем неправильно мы начинаем молиться и это очень неправильно потому что мы должны действовать а не молиться Иоанна 6 глава 10 по 14 а не спера 53 Иоанна 4 глава 53 стих это тоже опять таки тот же самый момент да здесь просто такая заметка внизу стоит придворный и все его домашние поверили это для меня просто важно просто прочитать понимаете то что Иисуса что этого человека привлекло к Иисусу его красивые речи его описание Бога нет он слышал что есть человек который творит чудеса и это он услышал поэтому он пришел к нему потому что у него была проблема и когда его проблема была решена то тогда он поверил в Иисуса у нас христиан все наоборот сперва мы пробуем убедить какой хороший Бог а потом когда появляются проблемы мы вдруг показываем бессильного Бога который не в состоянии помочь со фанга и именно из-за этого людей есть так много людей которые разочарованы в Боге разочарованы в христианах и просто у меня просто это горечь я хочу просто изменить этот момент и поэтому открываю как Иисус действовал Иоанна 6 глава теперь то что мы говорили 10-11 стих Иисус сказал верите людям возлечь там было много травы и все возлегли на траву одних только мужчин присутствовало около пяти тысяч вы представляете капитал 6, vers 10 Иисус aber sprach lass die Leute sich lagern es war aber viel Gras и Иоанн здесь записывает и говорит там было только пять тысяч мужей а там были женщины там были дети которые слушали Иисуса Христа вы представляете насколько какое большинство или множество людей собралось там и что здесь делает Иисус я просто для себя вопрос задал что бы делал я и именно здесь Иисус спрашивает своих учеников что мы будем делать вы же верите в меня да верим и он спрашивает что будем делать и здесь вдруг включается ключик так подожди у нас в кассе маловато где-то сейчас закупить тоже проблема вы понимаете вы понимаете человеческий подход учеников Иисуса Христа вы понимаете и единственное что у них там появляется это мол ну там есть пару хлебов пару рыбочек но заметка но этого не хватит Иисус говорит ребята сколько лет назад я вам показал как действовать должны вы и что делает Иисус как действует Иисус это то что он ожидает сегодня от нас Иисус взял хлебы поблагодарил за них Бога он просил что-то нет он сказал спасибо тебе у меня есть пару хлебов Иисус но он набрал брот и благодарил и благодарил что мы эти броты и поэтому он говорит поблагодарил за них Бога и раздал возлежащим так что каждый брал сколько хотел то же самое он сделал это и с рыбой ой Иисус вы понимаете что делает Иисус никакой молитвы действия веры я так желаю это выработать во мне выработать в нас я знаю что Бог поднимает Дух Святой работает и это не только у нас в Церкви это во многих церквях сегодня я просто жду когда загорится великий огонь Духа Святого вы знаете когда беззакония встает больше Бог проявляется намного больше еще он проявляет свою силу и славу намного больше и он готовит свою церковь но мы должны быть послушны ему 14 стих когда люди увидели это знамение сотворение Иисусом они начали говорить он точно тот пророк который должен прийти в мир вы представляете вдруг самое мало 10 тысяч человек начинают говорить это Иисус Христос это обещанный пророк и так мы замечаем вера которая возрастает сперва ученики потом дома а потом вдруг уже 10 тысяч 15 тысяч но когда это действие происходит когда Бог сегодня находит не первосвященника о своих друзей которые действуют в вере и так родные сегодня молитва первосвященника негодная молитва для нашего времени сегодня пришло время действовать от имени первосвященника и так четвертый момент и мы подходим к концу мы должны войти в покой родные именно когда перед нами проблема мы начинаем паник понимаете родные здесь вдруг надо быстро здесь осталось немного времени у нас здесь у нас большая проблема и мы начинаем паниковать а начинаем паниковать потому что мы не верим мы не поняли Бога мы не знаем Бога мы не выработали доверие Ему и поэтому у нас паника опять таки Иоанна 6 глава 28 29 стих и так сказали Ему что нам делать чтобы творить дела Божии это очень важно здесь перевод даже перевод здесь в принципе почти во всех Библиях неправильно переведен я так говорю здесь у Лианы синодальный перевод здесь у меня модерн Мартин Лютер 2017 перевод а все остальные переводят по другому 17 и здесь именно написано очень важно они задают вопрос что нам делать чтобы творить дела Божии ученики спрашивают и спрашивают Иисуса они говорят я хочу делать то что ты делаешь что нам делать чтобы это у нас получалось это это сегодня это мой вопрос это сегодня я хочу делать то что делал Иисус Христос И вы знаете, что отвечает Иисус? 29 стих. Иисус ответил, дело угодное Богу, это верить в то, в того, кого Он послал. Вот и все. Пожалуйста. Иисус отвечает Ему, делать угодное Богу, это верить в того, кого Он послал. Это так просто, родные. Это так просто, родные. Когда у нас паника, мы начинаем молиться, умолять, просить. Поститься. Организовать какие-нибудь группы, устраивать ночные молитвы. Я сам это делал, родные. Я растут уже. А просто сейчас, просто Дух говорит, зачем делать то, что я уже сделал. И вот здесь, и я вам покажу, что я уже сделал. Ты должен быть уверен во мне, ты должен верить в меня. Ты должен быть уверен во мне, ты должен верить в меня. И когда приходит проблема, что ты должен делать, ты должен действовать. Ты должен действовать. И это все. И это все. Понимаете, родные, это для нас так важно сегодня запомнить, родные. Когда время молитвы, это не говорит о том, что мы не должны молиться. Когда время молитвы? Когда хорошее время. Понимаете, родные, мое время с Богом, оно каждый день. Я всегда люблю, это самые любимые моменты, просто прочитать Его Слово, поразмышлять, сказать, Дух Святой, объясни мне Твое Слово. Я молюсь, радуюсь, узнаю что-то новое. Иногда кричу, бегу по ступенькам вниз и говорю жене, я что-то новое узнал. Вот, вот это то отношение с Богом. А потом, когда приходят проблемы, вот там уже проверяется моя вера, мой рост. И я сейчас уже замечаю, очень часто в жизни, где я раньше просто подкидывался в панику. Я вдруг остаюсь полностью хладнокровным. Почему? Потому что я уже знаю, что за мной стоит Бог. Я знаю, он все проблемы решил. Я знаю, что здесь в сатане нет места. И понимаете, родные, ступенька за ступенькой я начинаю врастать в его существо. И я просто желаю, чтобы эта тема нам всем помогла сегодня. И здесь, которые будут слушать в интернете, чтобы наша вера начала действовать. damit unser Glaube anfängt zu handeln. Потому что действуют не молитвы, weil nicht die Gebete handeln, а действует Бог. Сondern Gott handelt. И мы сегодня нашими молитвами не сдвинем ничего ни налево, ни направо, ни на миллиметр. Потому что это уже все решено. А сегодня мы просто должны действовать. И сегодня мы просто должны действовать. Субтитры создавал DimaTorzok